Всем привет! Сегодня сделаем просмотр вашей судьбы, каким будет дальнейший сценарий вашей жизни. Какие моменты будут подвержены переменам, трансформациям, перезагрузкам. Что вообще будет происходить дальше, цепочка событий будущего. Двойка жезлов, пятерка мечей и туз жезлов. Скажу так, здесь однозначно будет какой-то у вас план действий. Возможно, решение какое-то примете, возможно, станете рассматривать какой-то новый для себя вариант, какую-то перспективу новую. Как преодолеть ту проблему, которая сегодня есть. А проблема связана с людьми, проблема связана с завистью, с влиянием вашего окружения, с вмешательствами в вашу жизнь. Пятерка мечей, враг, который использует, возможно, даже запрещенные приемы, потому что здесь мечи, пятерка мечей. Меч – это жесткое сопротивление, какая-то борьба. Человек, который, на самом деле, понимает силу вашу и понимает, что вы нацелены на удачу, на перспективность, на успех. И, соответственно, здесь не будут регулировать силу удара, скажем так. Будут бить так, чтобы вас ударило по-настоящему. Поэтому здесь беззащитно вас морально, может быть, как-то бьют, да, может быть, не знаю, какие-то конфликты, конфликтные ситуации создают вам. Провокация какая-то идет, какая-то игра, она, с одной стороны, подлая, с другой стороны, она нацелена на торжество какой-то своей правды. Здесь кто-то пытается укрепить свои позиции, причем понимает, что вы сильная личность, вы как бы здесь занимаете очень важные позиции в этом пространстве, в этой ситуации. С вами будет трудно бороться, поэтому стараются на вашем падении возрастить что-то свое, возвыситься за счет вашего падения. Вы берете эту ситуацию в свои руки, по тузу жезлов. Очень скоро ситуация будет под вашим контролем, однозначно. Возможно, вы даже сами того, не осознавая, нанесете кому-то очень серьезный удар. Здесь не то, что там какая-то месть будет с вашей стороны. Здесь нет, не ответ ударом на удар, нет. Здесь ваш успех, ваше достижение, какое-то принятое вами решение, вот мудрый взгляд на вещи. Нахождение ответа, может быть, на какой-то вопрос. Вот именно вот этот момент станет ударом для вашего врага. Может быть, вы пойдете вдруг каким-то неожиданным для всех путем. Вот так. Вы берете ситуацию в итоге в свои руки. Вот он, жезл, жезл в вашей руке. Очень много здесь моментов, которых вы не видите. И в этом вся проблема в том, что все скрыто, по Луне все. Вот видите, в этом и проблема. Десяточка жезлов оттягощается. Ситуация тем, что нет ничего на поверхности. Если это враги, завистники, то они наблюдают за вами откуда-то, из далека, может быть, из какого-то пространства, где темно, где проблематично что-то. То есть у самих людей проблемы какие-то, и эти проблемы хотят на вас навесить, вам хотят создать эти проблемы. Люди не пытаются выходить на разговор, люди не пытаются с вами как-то совместно решать какие-то вопросы. Здесь нет дипломатии, здесь не умения контактировать, не умения договариваться. Но большое желание доказать что-то свое, возвысится за счет вашего падения. Такое ощущение, как будто вы кому-то дорогу переходите. Вот вы просто идете по жизни, как ни в чем не бывало. Решайте какие-то свои там текущие дела. И вдруг здесь возникает что-то, что действует на вас, вот как сила какая-то, сила, которая вам мешает, которая дезорганизует ваше пространство, пытается внести хаос в это пространство. Все потому, что все тайно происходит. Вы логически понять это не можете, да, что происходит. Почему вот так? А потому, что вот там орудуют скрытые враги. Тут полный набор негативных моментов есть. И подлость, и интриги какие-то, и сплетни, и наговоры, и какая-то дезинформация идет о вас. Ну, тут на все готовы, в общем-то. На все готовы, чтобы занимать, продолжать лидирующие позиции. Кого-то вы испугали своей активностью, может быть, своим очень активным продвижением. Потому что вы человек целеустремленный. Вы человек, который, прям, знаете, очень легко как-то взялся за что-то новое. Мне показывают по двойке жезлов что-то новое. Вы за это беретесь, вы это начинаете раскручивать, вы этим занимаетесь, вы в это вкладываетесь, вы в это погружаетесь. И вы, на самом деле, очень неплохих результатов там достигаете. Но это очень кому-то не нравится. Может, вы до какой-то правды там уже докопались, и что-то вот-вот наружу может выйти. Будьте внимательны. Не очень приятно это кому-то осознавать, что правда выйдет наружу. Это очень невыгодная ситуация для кого-то. Да, тут, видите, прыгают карты, прям переворачиваются. То есть, смотрите, кто-то вывернул что-то наизнанку изначально, а вы как будто это на место ставите. Не знаю, что у вас там происходит, пишите. Кому вы там перешли дорожку. Так, две карты путаются в раскладе. Восьмерка жезлов и колесо фортуны. Да, вы напористое какое-то проявили движение, развитие. Вы прям толчок какой-то сделали. Вы прорыв совершили. Вы на скорости куда-то бежите, спешите. Вы решаете на ходу буквально какие-то проблемы. Все вот эти задачи. Вы что-то всковырнули, вы что-то вскрыли. Какой-то гнойник вскрыли. Вот, и наполилось это все. Будьте аккуратны. Вы, конечно, благую цель делаете, но будьте осторожны. Потому что здесь по колесу фортуны вы меняете очень многое. Вы меняете вообще что-то привычное. Вы взрываете чей-то мир привычный. Вот для человека, либо для людей, кто здесь в Луне спрятан, да, скрыт и наблюдает за вашими достижениями, за тем, как вы энергично решаете какие-то дела свои, там прям как вот взрыв мозга у них происходит вообще. Как такое может быть, да? Как это вообще возможно? Для них это неприемлемая ситуация абсолютно. Вот взорвете чей-то мир. Еще впереди у вас это. Мы уже смотрим на будущее, да? Будущий сценарий. Что еще здесь будет? Ну, какие-то есть обстоятельства сегодня, в которых вы не совсем свободны. Восьмерка мечей, карта рамок каких-то ограничений серьезных. Но у вас будет результат. У вас впереди большой результат. У вас выход идет из восьмерки мечей в карту император и в карту скупка, в какое-то энергичное начинание, в какой-то очень успешный старт, сверхуспешный старт, который ознаменуется очень крупным результатом. Что здесь? Ну, вы просто, знаете, вы на лопатки кого-то положите. Вот по карте смерти вы реально что-то кому-то покажете, докажете. Крыть будет нечем, скажу так. Вот крыть будет нечем. Настолько ваши факты, ваши аргументы, ваши стремления какие-то что-то перевернуть, навести где-то порядок в чем-то, вот это обернется для кого-то большой проблемой, но для вас это как возрождение. Карта смерти, она не всегда про смерть, про что-то плохое. Она в основном про возрождение, про то, что восходит солнце где-то, что человек заполняет свое пространство там, где пустота была чем-то новым. Он возрождается для будущего. Такое ощущение, что вы устали быть в подчинении в какой-то ситуации, и вы решаете, что вам нужна личная свобода, и что вы будете теперь действовать, исходя из собственных усмотрений, убеждений, каких-то целей, задач. Что-то возможно здесь, во восьмерке мечей, вас как не пускает вперед. Это какая-то зависимая ситуация. Вы не можете от этого уйти. Что-то произошло в прошлом. В прошлом идет мне информация. Вы знаете, чье-то, как сказать, чье-то инфантильное отношение, незрелое решение, непродуманное решение, необдуманное, какой-то проступок, какое-то глупое даже решение может быть по пажу Пентакли. Чье-то имело место быть и повлияло серьезно на вашу жизнь. Чья-то глупость, неверный шаг какой-то, необдуманный шаг. Вот он вел ситуацию в ступор какой-то. Вот этот неверный шаг. Не ваша вина в этом. Это кто-то, кто-то. Но вы эту ситуацию как бы пережили с достоинством. По шестерке жезлов. Вы это прошли, этот путь. И вы не просто прошли. Вы достигли какого-то результата. Вы из этого вышли победителем. Вы оказались на высоких позициях. Хотя могли бы и пасть, и смириться с этим своим уровнем, на котором оказались. Но вы эту ситуацию благополучно преодолели. Но у вас есть что-то, что как какая-то нить связывает вас с этой ситуацией, с этим прошлым. Связывает что? Кому-то не дает покоя. Вот опять же, вы не знаете, чего-то не дает покоя. Ваши вот это по шестерке жезлов, ваша сильная позиция, ваше умение подняться из этой ситуации. Человек, с которым вы могли быть в прошлом связаны, он не ожидал вот такого уровня, такой уверенности, такого стремления к выживанию, к победе, к успеху от вас. Этот человек, вы не знаете об этом, но он сидит и до сих пор мысленно с вами. Это какие-то отношения, может быть, которые когда-то завершены были, потому что человек по глупости что-то сделал, какой-то совершил неверный шаг. Но он сейчас уже, не знаю, откуда-то знает, или он догадывается, что у вас в жизни сильные позиции, что вы это преодолели. Может быть, он ожидал, что вы как-то поведете себя по-другому. Вы придете, может быть, первой, или первым. Пойдете на примирение. Вот что-то вы совершите такое, что человеку бы потешило самолюбие, но этого не произошло. Вы такого подарка не предоставили. Самолюбие чужое не потешили. Вы просто занялись своей жизнью собой, начали продвигаться, и вы достигли какого-то нового уровня. Ну, по крайней мере, из этой ситуации вы выбрались. И вот эта история вас тянет назад. Этот человек вас мысленно тянет назад. Вот так бывает. Ты изо всех сил идешь вперед, а кто-то вспоминает постоянно и сожалеет уже даже о своих глупостях, предпринятых шагах, вот этих непродуманных. Но понимает же, что вернуть уже невозможно, ничего назад-то не отмотать. И вот эти воспоминания, эти мысли о прошлом, это как вытягивание из вас энергии. Идет. Есть такой момент здесь. Вы освободитесь от этого всего. Для себя разорвете вот эти зависимости, эти цепи. Потому что человеку, который в прошлом остался, ему было бы удобно, если бы вы все еще находились в этих окулах, в этих цепях. Ему было бы хорошо и приятно осознавать, что вам тоже в жизни не сладко. Ему-то не сладко, путается карта правосудия. Не сладко. Там свершился суд. Человек получил то, что заслуживает. Не на то, на что рассчитывал, а рассчитывал на что? На красивую жизнь, наверное. На какие-то перспективы открывшиеся. Вот он рассчитывал на что? Пробить что-то по рыцарю Жезнов. Прямо стремился на скаку. Думал, что жизнь ему кубок предоставляет. Сама жизнь ему дверь открывает для всего. И человек забыл, что он оставил кого-то, кого-то за спиной человека, тоже душу живую, вас оставил в неведении, может быть, оставил вас с этим ощущением пустоты. Может, вы потеряли очень многое через эту ситуацию. Вот время расплаты пришло. По карте суд время расплаты. Конечно, этот человек не получил то, чего он ждал. Для него это урок сегодня. Но поскольку уроков этот человек извлекает, но не очень любит по жизни, то ему приходится просто, знаете, что вспоминать прошлое, искать причины своих неудач. Естественно, он эти причины ищет в вас. Но не себя же ему анализировать, не в себе же копаться, не в себе же искать истину. Он-то считает, что он сделал все правильно, но почему не получилось, почему не реализовалось то, что он хотел, почему его ожидания не оправдались, и почему его мысленно тянет к вам, он не понимает. Но при этом мысленно вас притягивает. Ну вот, такой момент, вы от этого избавитесь. Вы для себя отсечете как бы этого человека. Вы же чувствуете, что он о вас думает. Все равно вам подсказывает интуиция. Но если вы хотите вот успеха, если вы хотите вот по карте император и туз кубков, хотите большой успех, хотите вот старт какой-то очень мощный, реально новую жизнь начать, да, вам нужно с этим заканчивать, вам надо разрывать эту связь. Хочет, пусть думает, но на вас это влиять не должно. он будет возвращаться, этот человек, периодически появляться в вашей жизни, потому что с вами хорошо, с вами удобно, вы поймете, вы встретите, вы как родная душа, с вами тепло. Но что ж тебя тогда вынудило уйти в другую сторону, да, если здесь хорошо. Понимаете, много людей, которые ошибаются, но на всех не хватит энергии прощать. Поэтому здесь случаи, как раз, когда прощать, может быть, и стоит, но не стоит забывать. Да, вот так, наверное, здесь наиболее грамотно стоит себя повести. Ну, что карты скажут здесь? Что вам стоит прощать? Ну, смотрите, что вы преодолели, вы же себя сделали, вы свою жизнь пересмотрели, вы даже не знаю, как сказать, в эту ситуацию вы себя подняли с нуля, скажем так. Но это слишком дорогая цена, чтобы просто простить и принять человека назад, согласитесь? Дорогая цена. Он лопатой копал. Он работал над своей жизнью. Вы же работали над тем, чтобы вам все-таки быть на коне. Это же то же время, это силы, это энергии, это какие-то знания ваши. Вы, конечно, притягательны, по верховной жрице. Очень притягательны для этого человека. Но вы недосягаемы, потому что верховная жрица, она же знает. Она знает сердцем. И поэтому логику ваших убеждений, ваших действий понять очень сложно, ну, по крайней мере, этому человеку. А он, этот человек, хочет быть лидером, понимаете как? Он лидером хочет. Захотел, ушел, захотел, пришел, я хочу сам решать, как мне удобно жить. А ты должна довольствоваться малым или должен. В вашу жизнь вот врывается какое-то благополучие. Прям, знаете, в течение следующего, следующих девяти месяцев, девятка Пентакли. Какое-то благополучие, стабильность какая-то, и финансовая, и в общем-то, в целом такая благополучная какая-то атмосфера, спокойная жизнь, без каких-то передряг, где вы ощущаете себя очень хорошо, комфортно, безопасно. Вам вот это не нужно, все это суета. Вот этот человек, он создает вам суету, и всегда по жизни создавал. Задумайтесь над тем, что этот человек привнес в вашу жизнь положительного. Соизмеряйте те плюсы и минусы, которые есть в этой ситуации, и вы поймете главное. Вы увидите свет в этой тьме, для чего этот человек вам был нужен, нужны ли вам эти связи, надо ли это продолжать, надо ли думать об этом, вспоминать и так далее. То, что я вижу здесь, информация о том идет, что вам это не нужно. Вот у вас врывается внезапно человек, какой-то человек для отношений, возможно, для отношений, обеспеченный человек, король Пентаклей, для дамы кубков, либо же для мужчины, женщина, очень женственная, красивая, внешне красивая, и наполнена такими духовными качествами, как, ну, не лишена, скажем так, интуиция, не лишена чувственности, для нее любовь, отношения, семья, это не пустой звук, то есть такие духовные ценности ей свойственны. Ну, если, если эта женщина смотрит, да, расклад, то это вы, это про вас. Вам мужчина идет обеспеченный, ресурсный. И почему пара здесь? Почему пара? Потому что, а вам бедный не нужен мужик, вы с ними сможете, именно вы с человеком, который, ну, себя не реализовал в жизни, или зарабатывает недостаточно. у вас очень большой масштаб для отдачи есть, внутренний ресурс. Если вы отдаете, вы отдаете очень много, вы не умеете жить наполовинку. Вы, если встречаете человека, вы ему отдаете полностью, все свои энергии, заботу, любовь, всю себя отдаете. Человек, мужчина, должен взамен вам что-то дать. И вот этот человек может дать вам обеспеченную жизнь, он может дать вам какие-то перспективы для самореализации. для мужчины вообще быть реализованным в сфере финансов очень важный момент, хотя он не основополагающий, не главный, но очень важный, потому что это характеризует его как человека. Вот чем он был занят по жизни. Мужчина занят должен быть по жизни чем-то. Если он занят карьерой, ну он может быть карьеристом, если он занят саморазвитием, вот тут уже получше, да, здесь уже он и заработать может, здесь уже он и реализовался, он занят по жизни чем-то, у него свое дело там, или какая-то стабильная работа со стабильным заработком. То есть человеку есть что привнести в ваше пространство. Мужчина, который умеет заработать, он умеет и думать, он умеет и мыслить, согласитесь. Но не карьерист, конечно, здесь надо понимать эту разницу. Есть карьеристы, есть просто мужчины, достигающие чего-то в этой жизни. Так, здесь у нас карта этот рыцарь, да, рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли. Ну что здесь может быть? Вот по рыцарю Пентакли, да, ресурс какой-то, который пребывает в ваше пространство, входит в ваше пространство, потенциал какой-то, перспективы для развития, для построения отношений. Для обновления своей жизни. Что еще врывается? Врывается, ну что успех сам по себе, да, как закономерность, потому что правильно выбранная дорога, правильно сделаны выборы. Выбор вообще имеет огромное значение в нашей жизни. В выборе мы вольны. Свободны в выборе. Нам Вселенная, высшие силы, выбор не навязывают никогда. Все зависит от нас. Мы можем верный сделать выбор или ошибочный. И от этого будет зависеть наша дальнейшая дорога судьбы. Понимаете как? Если отмотать свою жизнь назад, то можно ведь проанализировать то, что было. И вы заметите, обязательно натолкнетесь на тот момент, что когда-то был сделан выбор. То есть вот это этот толчок, от чего все пошло и от чего вы оказались сегодня в положении, в котором оказались. Это выбор. Это был момент выбора. Поэтому выбор имеет огромное значение в жизни. У вас выбор сейчас стоит между тем, чтобы в прошлое вернуться, потому что тут правосудие начинает торжествовать. Там плохо уже этому человеку, ну реально похужело, он понимает, что там уже не оправдываются его надежды и навряд ли оправдаются. А у вас подъем в жизни идет. Но вас тянет назад этот человек. Прям тянет назад. И у вас выбор назад вернуться или новую жизнь начать. Вот новую жизнь начнете, будет у вас вот это все, новый человек с вами рядом и перспективы открывшиеся, и удача, и благополучие, и все остальное. Ну предавший однажды предаст и дважды, давайте будем смотреть правде в глаза. поэтому ждать бессмысленно. Да, может быть он и осознал, что это этот человек, но что он принесет вам, что он способен вам привнести, потому что он цель его жизни, приспособиться получше, где-то. где-то. Пока ему хорошо было с вами, он был с вами. Как только он почувствовал перспективу, где-то он туда же ушел. Ну так получилось, что там не реализовалось то, что он ждал, то, что ожидал, хотел, желал. хочет назад вернуться. Карта суд. Ну, конечно. Конечно. Понимает, конечно, по карте суд, что это непросто, что очень многое разрушено, но вернуться хочет. Вот он, Паш Кубков, написать что-то, позвонить, как-то узнать о том, как ваши дела, как ваша жизнь, встретиться с вами. Очень желает этого человека, однозначно. Смотрит он назад, смотрит он назад в прошлое. Это говорит о том, что отплыть хотел бы, уйти он хотел бы оттуда, где сейчас находится. Но для вас это не должно иметь никакого значения. Вам хорошо. Вам прекрасно сейчас. Вот даже на фоне каких-то потерь, разрушений, проблем каких-то, вам хорошо. Вы прорыв уже сделали. Вы уже на прежний уровень не вернетесь. Понимаете? Вы другая личность уже. Было больно, было тяжело. Но вы, как знаете, для себя выбор какой-то сделаете. Наверное, вы выберете вот эту новую жизнь. Так полагаю, здесь как новый проект какой-то начинается. Новый жизненный проект у вас такой, жизненно важный. Вы выбираете что-то, что как спокойнее, как спокойнее для вас, удобнее, комфортнее. Вы не хотите передрягать по карте умеренности. Вы хотите какую-то нормальную человеческую жизнь. Вы просто устали, видимо, от тех проблем, которые внес этот человек в вашу жизнь. Ну, вот такой расклад. Надеюсь, что информация вам в чем-то поможет сделать правильный выбор, посмотреть на ситуацию, которая у вас есть, как бы со стороны. это тоже ведь очень-очень важно. Иногда зависимости прошлого настолько сильны, что мы не знаем, что нам делать. Надо разрывать это все. Ушел, значит, ушел. Все, ты сделал свой выбор или сделала свой выбор. Вот эти вот, знаете, метания душевные, когда где-то не оправдалось, и я хочу назад. Решать, конечно, вам. На сегодня все. Всем пока. До новых встреч.